Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Разве мы не благословлены сегодня? Сегодня у нас в гостях Крефло Доллар. Хвала Господу! Мне хочется побыстрее перейти к тому, что он приготовил для тех, кто смотрит сегодня эту передачу по всему миру. Поэтому давайте помолимся и передадим слово Крефло. Отец, мы благодарим и прославляем Тебя от всего сердца. Мы благодарим Тебя за Слово Божье. Мы благодарим Тебя. Отец, мы ожидаем с небес больше, чем когда-либо раньше. Время переливания через край настало. И мы благодарим и прославляем Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Крефло, спасибо тебе, что ты приехал на эту передачу сегодня. Спасибо тебе. Я так радуюсь, каждый раз, когда ты приезжаешь. Потому что, когда мы с тобой собираемся вместе, каждый раз, когда вместе собираются два помазания, это производит что-то, что ни одно из них не смогло бы сделать само по себе. И когда это происходит, получается так, что мы постоянно проповедуем друг другу. В студии мы или нет, откровение просто начинает течь. Я люблю такие моменты. Я просто люблю это. И я помню один раз, когда мы записывали передачу, помазание стало таким насыщенным в этой студии, что когда она закончилась, то мы с Крефло едва смогли выйти отсюда. Это было абсолютно славно. Я ожидаю, что это произойдет и сегодня. Хвала Господу. Поэтому бери это. Первое место писания. Как ты сказал мне в книге Иезекииля. 26 глава Еезекииля. Возьмите вашу Библию, возьмите конспект, включите видеометафон, сделайте то, что нужно. Продолжай, Крефло. Знаете, если вы устали от неудач и от того, что ничего не работает, если вы устали от обыденности и хотите с этим что-то сделать, если вы устали молиться и задаваться вопросом, где же ответы, верить Богу об исцелении и по-прежнему оставаться больными, вы возлагали руки на вашу собаку, а она умерла. Если вы устали от того, что ничего не работает, вам нужно посмотреть на ту сферу или ту батарею, от которой зависит, чтобы все работало самым лучшим образом. И это сфера любви. В 36 главе книги Еезекииля я хочу начать с пророческого слова, которое Бог дал Еезекиилю. И мы будем изучать это и доказывать на этой неделе, что любовь является основанием для всего. Поэтому, если ваша вера не работает, проверьте вашу любовь. Если ваши молитвы не отвечены, проверьте вашу любовь. Все, что не работает так, как Библия говорит, оно должно работать, проверьте батарею, проверьте вашу любовь. Обратитесь сначала к этому. Обратитесь сначала к этому. В 36 главе Еезекииля он говорит пророческое слово о том, что должно произойти в новом творении. Позвольте мне сказать, Иисус пришел прежде всего, чтобы исполнить первый завет, священничество, покрытие греха и закон. Он есть исполнение этого. Но в то же время, он думал о новом завете, новом творении, где он возьмет покрытие греха и заменит его искуплением, где будет новое священничество и где будет новый закон. И в 13 главе Иоанна Иисус говорит, «Заповедь новую даю вам». Итак, мы знаем, о чем говорим, когда говорим о законе Моисеевом. Поэтому теперь мы говорим о законе Иисуса, согласно 3 главе послания к евреям. Моисей был верным служителем во всем доме его, а Иисус Христос – верный сын во всем доме его. Да, поскольку мы перешли от того, чтобы быть слугами в Первом Завете, к тому, чтобы быть сыновьями в этом Завете, в Новом Завете. Знаешь, я думаю, что мы должны... Я чувствую это сильное побуждение в моем духе последние две или три недели. Мы должны начать говорить о законе Иисуса. Мы годами делали это с законом Моисея. Это закон Иисуса. В 7 и 8 главах книги Деяний, я думаю, что Стефан говорил об этом. Я думаю, что он назвал его Заветом обрезания. И в этом Старом, в этом Первом Завете, в Деяниях... Давайте очень быстро это прочитаем. Не закрывайте место в языке или... Слова Стефана в 8 стихе 7 главы книги Деяний. В 8 стихе говорится... В 8 стих. И дал ему Завет обрезания. И он описал это так. Итак, Авраам родил Исаака и обрезал его в 8 день. А Исаак родил Иакова. Иаков же 12 патриархов. В законе Моисея мы имеем Завет обрезания. И затем, в этом Новом Законе, мы имеем Завет. Завет сердца. То есть, у нас здесь другой тип обрезания. Поэтому в обоих случаях вовлечено обрезание. В 1-м Завете было обрезание плоти. Но в этом Новом Творении, в этом Новом Творении, поддерживаемом законами Иисуса, есть обрезание сердца. Поэтому ты прав. Мы должны начать... Я думаю, что мы должны начать ссылаться на это, как на закон Иисуса. Поскольку, когда Новый Завет говорит об исполнении заповедей, речь идет не о тех законах и заповедях в 1-м Завете. Речь идет о законе Иисуса, установленном в 22-й главе Евангелия от Матфея, где он сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». И вот о чем многие люди не думают. Когда они слышат заповедь, они думают обо всех этих вещах. Они думают о законе Моисеевым. Да. Но им нужно начать думать о заповеди, законе Иисуса. Да. Который изложен в 22-й главе Евангелия от Матфея. Поэтому, когда пришел Иисус, Он совершил некоторые вещи. Есть пророческое слово, которое было сказано Иезекиелем. В 26-м стихе Он говорит, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. В 11-й главе Иезекииля на это проливается немного больше света. Там это подтверждается. В 19-м стихе 11-й главе Иезекииля сказано, «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Я верю всем сердцем, что это каменное сердце — это сердце эгоизма, что это сердце с человеческим типом любви. Я заберу это сердце из вас, которое не могло содержать и не содержало Божьей любви. И римлянам 5-5. «Дух Святой придет, и Дух Святой войдет в вас в тот день, когда вы родитесь свыше, и Он изольет внутрь вас агапе, любовь Божью. И я создам новое творение, и я вложу мой дух в него, и я вложу мою любовь в него». Я думаю, что было бы правильно здесь поговорить о разнице, потому что, когда вы говорите «любовь», то многие люди думают о человеческом типе эмоциональной любви, которая отличается от Божьей любви агапе. Разница в том, что любовь агапе — во-первых, сверхъестественная любовь, потому что она приходит от Бога. Она сверхъестественна. Во-вторых, любовь агапе — безусловная. Она не заслужена, она не ограничена, она не зависит от того, как другие реагируют на вас. Божья любовь агапе не нуждается во взаимности, чтобы любить. Она не нуждается во взаимности, чтобы любить. Она, безусловно, в отличие от человеческой, эмоциональной любви, которая... Которая является реакцией, верно? Да. Она реагирует. Она основана на чувствах. Она основана на том, что вы думаете. Она условна, вы должны заслужить ее. Она двухсторонняя. Любовь агапе — односторонняя. Любовь агапе не станет смотреть на вас и говорить, «На основании того, как ты относишься ко мне, я буду любить тебя». Любовь агапе говорит, «Я собираюсь любить тебя, независимо от того, как ты относишься ко мне». В то время как человеческая любовь, которая условна, говорит, «То, как ты относишься ко мне, определит то, как я буду относиться к тебе». Человеческая любовь эгоистична. Она эгоистична, потому что она управляема своими эмоциями, чувствами. И вот что мы должны понять. Это пророческое слово говорит, «Я заберу это из вас, я вложу мой дух в вас, я вложу мою любовь агапе в вас, я дам вам способность, давая вам мою любовь агапе, я дам вам способность любить ваших врагов». Для человека, который не рожден свыше и не имеет в себе любви Божьей, это невозможно. Он этого не может. Он этого не может. У него нет этой способности любить то, что нельзя любить. Человеческая любовь хочет любить только то, что можно любить. Ей необходимо угождать. Если это непривлекательно, человеческая любовь не станет это любить. Можем ли мы сказать, что гуманистическая любовь на таком уровне должна быть заслужена? О, да. Вы должны заслужить мою любовь. Да. Да. И поэтому благодать Божья входит в это новое творение. Еще человеческая любовь превращается в собственничество. Это суть эгоизма. Эгоизм любит, он называет это любовью, но она становится собственнической. И она хочет брать, она заботится только о себе. Первый закон эгоизма — самосохранение. Первый закон любви — спасение других. Чтобы помочь вам, чтобы спасти вас. Да, спасти вас. Я думаю, что апостол Павел в 10 главе 1 Коринфянам начал говорить о том, как он сделал то, что он сделал, чтобы была польза другим, а не ради своей личной пользы. Я был так впечатлен много лет назад словом «агапе». Я начал изучать его. И Господь дал мне откровение о корне неэгоистичной любви. Она не начинается с других людей. Она начинается со слова. Бог сказал «Я буду любить». Это было актом его воли и намерения. Как только он сказал «я люблю», это уже нельзя изменить. Вы не можете изменить это. Я не могу изменить это. Мое поведение не может изменить это, потому что он уже сказал это. Он уже решил. Прежде основания мира он сказал «я люблю их». Так что это никогда не может быть изменено. Это не был поступок его чувств, это не был поступок его желаний. Это был поступок его самого и его истины, его слова. И когда это было сказано, он сказал это еще до того, как была сотворена земля. Да. И вы не можете изменить то, что он сказал. Вы не можете изменить это. Здорово. Когда мы подхватываем это и говорим «я посвящаю себя любви», теперь я сказал это. Поэтому мне все равно, кто, что, где, когда и как делает. Я уже сказал это. Я уже посвящен тому, чтобы делать это. Так что это никак не связано с эмоциями. Верно. Знаешь, в этом и есть разница. Чтобы любить Бога вашим сердцем и затем любить Бога вашей волей. Когда вы любите Бога вашим сердцем, вы решаете позволить мотиву любви Агапы, который внутри вас, лежать в основе всего, что вы делаете. Но когда вы любите Бога вашей волей, тогда есть новая воля, которая приходит внутрь вас, когда в вас входит любовь Агапы вместе с силой, чтобы выполнить эту волю. И есть другая воля в ваших эмоциях и ваших чувствах, которые хотят делать то, что они хотят делать. И нужно, чтобы было соединение. И я хочу принять решение веры, которое говорит, «Я буду принимать решение делать то, что любовь Агапы хочет, чтобы я делал, независимо от того, что происходит или что говорят мои чувства». И когда я принимаю это решение веры, я теперь передаю это любви Агапы внутри меня, чтобы она направляла и соединяла мои решения в соответствии со Словом Божьим. Мне все равно, что я чувствую. «Я принимаю мое решение в то время, как мои чувства кричат». И я говорю, «Вот решение, которое я принимаю». И я открываю мои уста и утверждаю мое решение тем, что я говорю моими устами. Если мы будем это делать, у любви Агапы внутри нас есть способность подняться над нашими чувствами, подняться над нашим телом. Но когда Адам согрешил в Эдемском саду, его тело и его чувства взяли вверх, над его духом. Но в этом новом творении Бог излил любовь Агапы в наше сердце, в этом новом творении Он снарядил нас всем необходимым для того, чтобы снова подняться над нашими чувствами и эмоциями. Поэтому мне все равно, что они говорят. Любовь Агапы внутри меня позволяет мне принять решение веры и господствовать над моими чувствами, господствовать над моими эмоциями. «Я буду ходить в любви. Я буду побеждать зло добром». Моя плоть кричит. «Я не хочу побеждать зло добром. Он обругал меня. Я хочу обругать его в ответ. Он ударил меня. Я врежу ему». Нам не нужно этого делать. У нас есть способность сказать «нет». «Я не должен подчиняться моим эмоциям». «Я сделаю это, приняв решение веры, позволить любви Божьей делать то, что она хочет делать внутри меня, независимо от того, что я чувствую». И любовь никогда не терпит поражения. Она никогда не терпит поражения. Крефла, это очень сильно. Она никогда не терпит поражения. Позволь мне спросить тебя, можем ли мы ожидать, что этот процесс не только приведет эмоциональную сторону, плотскую, телесную сторону в порядок. В котором любовь Божия господствует над этим. Можем ли мы ожидать, что эта часть нашей сущности будет обновлена и натренирована так, что она будет следовать за этим, вместо того, чтобы постоянно противиться этому? Автоматически потребуется упражнение и дисциплина. С какой целью? С той целью, чтобы автоматически отвечать в любви, чтобы прийти к тому, что у нас будет сознание того, что Бог внутри нас, и в нас появится сознание любви. А у вас не будет сознания любви, если вы не практикуете ее, если вы не слышите ее. Именно поэтому так важно, чтобы мы давали людям еще возможность услышать об этой теме и применить это на практике. Когда вы практикуете это и слышите об этом и дисциплинируете себя в этом, тогда вдруг твердая пища начинает тренировать ваши чувства, чтобы они шли в ногу с любовью. И происходит следующее. Когда человек обзывает вас, вы автоматически желаете благословить его. Человек хочет забрать у вас что-то, вы автоматически предлагаете ему и вашу рубашку. Но для этого потребуется тренировка. Это не происходит автоматически. В то время, когда на меня давят эмоции, необходим выбор. Чтобы я в данном случае сделал выбор. Это моя практика. Я выбираю позволить любви господствовать над этой ситуацией. Когда я выбираю, это каждый раз, когда я испытываю давление, чтобы позволить моим эмоциям делать что-то. Когда я выбираю позволить любви идти ее путем, тогда я тренирую себя и дисциплинирую себя, чтобы в один день я пришел к такому состоянию, когда это будет происходить автоматически. Помнишь, когда мы говорили о том, что бы было, если бы мы автоматически обращались к праведности, когда что-то происходит? То же самое и в этом случае. Да, то же самое. Если бы я мог автоматически обращаться к любви Божьей, но у людей в церкви нет такого развитого мышления о любви внутри них. У них нет дисциплины. Некоторые из самых злых людей, которых я когда-либо встречал, приходят на воскресное служение в 11 часов утра. И это может измениться, но нам нужно практиковаться в этом. Крефла. Они не намеревались быть злыми, но подчинялись этому, пока для них не стало легче вести себя таким образом. Давай посмотрим на то, что писал Петр, поскольку это то, что лежит в основании всего этого. В первом стихе, третьей главы второго послания Петра, написано «Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл». Вот в чем проблема, прямо здесь. Если я не решаю делать что-то снова, снова, снова и снова, и снова, это никогда не закрепится в моей памяти. Но если я делаю что-то другое, снова, снова и снова, тогда это оказывается в моей памяти. Если я практикую ссорах, тогда я помню, как это делать. Послушайте, что он говорит. «Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Что бы я ни делал, у меня есть потенциал быть дисциплинированным в этом. Например, если я лгу, тогда у меня есть потенциал стать совершенным лжецом. «Ты развиваешь это?» «Я развиваю, и мы говорим именно о том, чтобы развивать любовь. Что бы это ни было, вам нужно посмотреть, что вы делаете». Эту эмоциональную часть вас нужно дисциплинировать снова и снова, пока это не отложится в вашей памяти, пока вы не станете помнить, что вы должны делать это всякий раз, когда появляется возможность. Это в вашей памяти, а не просто где-то в вашем разуме. И процесс здесь таков. Я слышал, как ты говорил несколько лет назад о разнице между ростом и развитием. Могу ли я ожидать, что буду развиваться в чем-то, не желая противостоять давлению, которое приходит? Например, для того, чтобы развивать мышцы, мы должны пойти в тренажерный зал и прилагать определенные усилия, чтобы сделать то, что необходимо сделать. Убегаем ли мы от этого давления, или мы позволяем себе противостать ему, зная, что это возможность, чтобы развиваться в этом. Поскольку я думаю, что многие люди боятся давления, но это возможность развиваться. Я смотрю на это так. Мне нужно было потренироваться сегодня. В чем дело? Где вы были? Подходите, я вполне могу использовать вас, чтобы развивать это. И у нас есть мускул любви, который может развиваться, если мы будем делать это, если мы будем практиковаться, если мы будем смотреть на это, как кто-то обругал меня, а я в ответ благословлю их, тогда это возможность для меня, чтобы развивать эту любовь. Скажу тебе, что заставило меня это сделать? Всю свою жизнь я не хотел иметь ничего общего. Если что-то заставляло меня пролить каплю пота, то я не хотел иметь с этим ничего общего. Поэтому все, что мне приходилось делать, тренироваться или упражняться, мне действительно приходилось прикладывать усилия, чтобы делать это, поскольку это противоречило моим естественным склонностям. Я не хотел этого делать. Но если бы Иисус явился мне, и в принципе до этого почти и дошло, он не явился мне. Но если бы он явился мне и сказал, «Каннет Копланд, я приказываю тебе, как твой Господь и Спаситель, ты будешь тренироваться три раза в неделю, и ты будешь заниматься ходьбой четыре раза в неделю, и ты будешь делать это до конца своих дней. Если ты хочешь видеть исполнение моей воли в своей жизни, я бы сделал это, даже если бы сломал себе обе ноги, потому что у меня была бы заповедь от Господа». Именно в таком положении мы находимся и с любовью Божьей. Это не что-то, что вы просто выбираете делать. У нас есть прямой приказ главнокомандующего, чтобы делать это. Не предложение. Не предложение. Это не что-то необязательное. Зачем Богу ставить нас в такое положение и даже давать заповедь, чтобы мы делали это? Это все ради того, что Он может сделать для нас. Это все ради нашего успеха. Да, и у Него это есть. И все, что находится за рамками любви, является поражением. Крефла, давай сразу перейдем к этому. Да. Хвала Господу, так много всего происходит, так много откровений приходит к телу Христову. Я в служении уже более сорока лет и никогда ничего подобного еще не видел. А я видел, как за последние сорок лет происходило много хорошего. Боже мой, я был тесно связан с Орелом Робертсом, Кеннетом Хейгеном. Джерри Севейлом, Джесси Дюплентисом и другими проповедниками. С потрясающими служениями по всему миру. Но я не видел ничего подобного тому, что происходит сейчас. Вот оно. Это здорово. Когда станет лучше, чем сейчас, я буду там. Говорю тебе прямо сейчас. Веди нас Слово Божье. Вчера мы начали говорить о том пророческом Слове, которое пришло через Иезекииля. И мы начали разбираться, чем отличается человеческая любовь от любви Агапы. Мы сказали, что человеческая любовь хочет любить только то, что привлекательно, и желает, чтобы ей угождали. Вы должны отвечать требованиям. Есть ограничения. Она эгоистична. В то время как Божья любовь Агапы, безусловно, она односторонняя. Она не зависит от того, как кто-то к вам относится, в качестве основания того, как она будет любить вас. Она, безусловно, она не ограничена. И мы говорим о Божьей любви Агапы, которая была излита внутрь нас в тот день, когда мы родились свыше. Ты что-то услышал? Да. Хорошо. Я только что услышал Слово от Господа. Он сказал, именно поэтому я вчера, сегодня и вовеки тот же. Он никогда не изменяется. Он настолько посвящен. Он сказал, я ходил в любви, и я соблюдал заповеди моего отца. Он дал нам эту часть себя. Он излил это в наше сердце, пытаясь побудить нас делать то же самое. И в этом и заключается эта любовь. Это должна быть любовь, которая никогда не изменяется. Никогда. Никогда. Потому что Бог никогда не изменяется. И Он есть любовь. Он есть любовь. Но человеческая любовь, она изменяется. Каждый день. Постоянно. Она постоянно изменяется. Поэтому сегодня мы хотим посмотреть и исследовать, что происходило в Эдемском саду с Адамом. И, конечно же, если речь пойдет о том, что было в начале, нужно учитывать 1 Иоанна 4, 7, 8, что Бог есть любовь. И то, что мы видим в начале, любовь создает все в начале. Любовь вдыхает жизнь в ноздри человека, и человек становится живой душой. Я убежден, что это наше определение настоящего человека. Мужественность в контрасте с принадлежностью к мужскому полу. Вы не мужчина, пока любовь не войдет через ноздри вашего естества и не войдет в вашу душу. Мужественность начинается с божественной природы. Мужественность начинается с агапы. Мужественность начинается с характера плодов Духа. Без этого внутри вас вы просто человек мужского пола. Человек мужского пола может защищать ребенка. Но мы хотим, чтобы имела место мужественность. Любовь начала все это. Любовь создала человека. Здорово, Крифло. И любовь назвала его Адамом. И любовь благословила или дала силу этому человеку со способностью любви двигаться вперед так, как любовь на небесах двигается вперед. Поэтому все идет так, как оно должно было идти. И любовь Божья действует. И Бог, который есть любовь, посмотрел на Адама и сказал, «Я слишком сильно его люблю, чтобы оставить его одного, так как у всех остальных кто-то есть». И любовь сказала, «Сотворим для него кого-то». И любовь привела этого человека к нему и дала ей имя Ева. Но что-то очень интересное произошло в третьей главе Бытия. В третьей главе Бытия эгоизм появился в форме змея, и он хотел обратиться к их чувствам, их эмоциям. Сейчас подходящее время дать определение слову эмоции. Эмоции — это внутреннее чувство, которое пытается направить вас в определенном направлении. Скажи это еще раз. Эмоции — это внутреннее чувство, которое пытается направить вас в определенном направлении. Это есть в самом слове. Первая часть «э» кажется в латинском означает «вверх», «наружи» и «прочь». И вторая часть слова «моцион». Моцион. Придать вам движение в определенном направлении. Другими словами, стать лидером. Да. И знаешь, мы можем направить чувства к Богу. Бог дал нам эмоции, и наши эмоции могут двигаться так же и в его направлениях. Поэтому теперь нам нужно различать эмоции, которые соответствуют любви Божьей и Божьему слову, и эмоции, которые противятся Богу и Его слову. Змей хочет сыграть на их эмоциях. Потому что если он собирается вывести их из любви, вывести их из Эдемского сада, тогда ему придется сделать это через их эмоции. И я верю, что это самая первая атака, с которой каждый человек столкнется на земле. Потому что всякое искушение, которое приходит к нам, это искушение, чтобы вывести нас из любви. Все. Всякий грех эгоистичен. Да. Вы не можете согрешить для кого-то другого. Вы грешите для себя. Я имею в виду, это просто природа греха. Грешить для кого-то другого. Вы не можете этого сделать. Вы не можете этого сделать. Вы не можете этого сделать. Нет. И вот он приходит к ним и говорит, смотрите, вот что Бог сказал. И они знали, что сказал Бог. Интересно, что он пытался заставить их почувствовать себя так, словно они что-то пропускают, словно им чего-то не хватает, пытался подобраться к ним через чувство неполноценности. Неполноценность в том смысле, что я не соответствую. Мне нравится то, что написано в послании к римлянам. Там написано, и мы с тобой понимаем это. Но в этой маленькой фразе, где говорится, что все мы согрешили и лишены славы Божьей, лишены славы Божьей — это неполноценность. Иисус пришел, чтобы прекратить комплекс неполноценности. Когда Он излил Божью любовь, то мы уже больше не лишены. И змей через похоть очей, через чувства, через эмоции, их эмоции начали вести их. И прежде всего это привело женщину к тому, что она пошла и начала обращаться к эмоциям ее мужа, повела его, и внезапно вот чему они подчинились, чему они передали управление. У них были эмоции, и Бог дал им эти эмоции, чтобы они могли наслаждаться этими чувствами и тем, что дал им Бог. Но произошло следующее. Эмоции стали управлять ими. Это нормально иметь эмоции, но это ненормально, когда ваши эмоции владеют вами. Адам позволил своим эмоциям захватить контроль над ситуацией, и они повели его прочь от воли Божьей и Слова Божьего, и любви Божьей для его жизни. Это очень интересно, потому что, когда мы начинаем рассматривать именно эту сферу эмоций, мы должны различать, что есть хорошие эмоции и есть плохие эмоции. И Иисус показал нам кое-что и служил нам в этой сфере в 4 главе послания к евреям. Давайте откроем ненадолго евреям 4.15, потому что мы можем брать власть над нашими эмоциями. Мы не должны позволять нашим эмоциям уводить нас от дел Божьих, от Слова Божьего и от любви Божьей для наших жизней. Там в 15 стихе говорится, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, но без греха». Библия говорит, что любые принимаемые нами решения, которые не находятся в соответствии с верой, являются грехом. Все, что не по вере, грех. И у нас есть выбор. Мы принимаем решения, которые не в соответствии с верой, это грех. Или мы принимаем решения, которые вне любви Божьей, это грех. Или мы принимаем решения, в которые вовлечен эгоизм, это грех. Но вот что он сказал здесь. «Да, я знаю о давлении, которое пытается двигать вами. Я знаю о давлении, которое пытается вести вас от любви Божьей». И он демонстрирует это нам в 14 главе Евангелия от Марка. Когда я это увидел, когда я увидел, через что прошел Иисус, я не совсем уверен, что он не сделал это только для того, чтобы продемонстрировать нам, что был способ избежать это, этот тип давления. Знаешь, он так и сделал. 14 глава Марка. Это страдание в Гефсимании. 32 стих. «Пришли в селение, называемое Гефсиманией, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя оскорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». Послушайте 33-34 стихи в расширенном переводе. «И он взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и начал испытывать ужас и изумление, глубокое беспокойство и депрессию. И он сказал им, «Моя душа чрезмерно печальна, охвачена горем, так что это почти убивает меня». Оставайтесь тут, продолжайте бодрствовать и наблюдайте. Хочу отметить некоторые вещи. У Иисуса были эмоции, но Его эмоции никогда не владели им. «И он показывает, что вам делать, когда давление оказывается на ваши эмоции». 35 стих. «И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей». Иисус делает две вещи, чтобы победить в этой сфере. Номер один. Он пошел вперед. Другими словами, эмоции поднялись, пытаясь увести его от креста, но он пошел вперед, он продолжал двигаться в том направлении, для которого он родился, чтобы совершить и исполнить волю Божью для его жизни. Номер один. Он пошел вперед. Поэтому, когда ваши эмоции давят на вас, вот что вы делаете. Вы следуете примеру Иисуса. Вы идете вперед. Вы продолжаете делать то, для чего, как вы знаете, были поставлены здесь. Продолжаете делать то, для чего, как вы знаете, Бог помазал вас. Продолжаете делать то, что, как вы знаете, Бог проговорил в ваше сердце, независимо от того, что вы чувствуете. Да. Во-вторых, Библия говорит, и он молился. Другими словами, идите вперед. И номер два. Продолжайте молиться. Когда ваши эмоции давят на вас, чтобы вы вышли из воли Божьей для вашей жизни и направились прочь от воли Божьей, то в Библии говорится о том, что это время, чтобы молиться, чтобы общаться с Богом. Что-то происходит, когда человек начинает молиться, особенно молиться на языках. В Библии в послании Иуды сказано, что вы сохраняете себя в любви, молясь в Духе Святом. И когда ваши эмоции пытаются увести вас от этого, то, молясь в Духе, вы сохраняете себя в любви. Ты сказал кое-что в перерыве, о чем я никогда не думал. Иисус точно так же устал, как и те парни, которые заснули. Но Он взял власть. Мы должны начать брать власть над нашими эмоциями и не позволять этим эмоциям взять власть над нашими жизнями. Человек, который хочет господствовать над людьми, человек, который хочет контролировать людей, скорее всего, не контролирует некоторые сферы своей жизни. Да, ты это знаешь. И в том, что касается его эмоций. И мы должны понимать, что у нас есть власть, что Бог дал нам свою власть, и мы имеем власть. Есть некоторые вещи, в которых люди чувствуют, я бессилен. Если вы чувствуете, что вы бессильны против чего-то, если вы чувствуете, что вы не можете изменить то, какое вы есть, вы не можете изменить ваши отношения, вы не можете изменить некоторые вещи, которые произошли в прошлом. Если сатана дает вам чувство бессилия, то это чувство бессилия является корнем всякой негативной эмоции. Как вам это преодолеть? У меня есть данная Богом власть. У меня есть власть над моими эмоциями. Власть над депрессией. У меня есть власть над боязнью. Власть над чувством неполноценности. У меня есть власть над моими чувствами. И если я возьму эту власть над этими вещами и не стану чувствовать себя так, словно мне чего-то не хватает, именно для этого у меня есть любовь Божья. Я должен верить, что Бог любит меня. Я должен верить, что любовь Агапы внутри меня. И веря в это и зная это, брать власть над моими эмоциями. Брат Коупленд, меня никоим образом нельзя будет увести в сторону. Заметьте, первое, что сатана сделал с Иисусом, он подумал, «Я сделал то же самое с Адамом, я попробую сделать то же самое с Иисусом». Четвертая глава Евангелия от Матфея. Да, да. И он появляется. Это интересно. Он появляется и говорит, «Первое, что он хочет с вами сделать, это попытаться заставить вас сомневаться в том, кто вы есть, и сомневаться в том, что вы должны делать». Он пришел к Иисусу и сказал, «Смотри, если ты сын Божий, тогда сделай это, сделай то». То же самое он сделал с Адамом и Евой. Он говорит, «Знаешь, давай посмотрим, знаешь ли ты, кто ты есть? Ты действительно знаешь, кто ты». То же произошло с семьей с сыновьями с Кевы, когда те бесы были там. Вот что они сказали. И я не думаю, что многие люди понимают это. Вот что они сказали. Они сказали, «Павла мы знаем». «Иисуса мы знаем». «Иисуса мы знаем». Но теперь посмотрите на вопрос. Вот законный вопрос. Я верю, что они серьезно говорили об этом. Посмотрим, знаете ли вы, кто вы. Кто вы? Они не знали, кем они были. Атакуем их. Давайте покажем им. Я думаю, как христиане, мы должны ответить на этот вопрос. «Кто я? Я чадо любви». «Кто я?» «Я наполнен Божьей любовью Агапы». «Кто я?» «У меня есть власть над всем, в чем, как ты пытаешься сказать, я бессилен». «Кто я?» «У меня есть власть над эмоциями». «Кто я?» «Ответьте на это дьяволу». Пусть он знает, что вы знаете, кто вы, и эти бесы не смогут атаковать вас, потому что они хотят попытаться заставить ваши эмоции вывести вас из воли Божьей для вашей жизни. Меня очень впечатляет здесь слово «двигать», «направлять», «моцион», «движение», «направлять вас». «Вы двигаетесь?» «Если вы в депрессии, вы двигаетесь?» «Если вы грустны, вы двигаетесь?» «Вы двигаетесь в направлении?» «Да». «Ваша эмоция начала ваше движение. Вы направляетесь куда-то?» «Что двигало Иисусом?» «Сказано, что Он был движим состраданием». «Сострадание» — это не чувство Крефла. «Сострадание» — это Отец. Он есть сострадание. Он не был движим своими чувствами. И его чувства повели его в пустынное место, когда Иоанн был обезглавлен. Это раздирало его. Это был самый близкий для него человек в то время, потому что его собственная семья, включая его мать, некоторое время считали, что он сошел с ума. Когда он выгнал торговцев из храма, они так думали, и его братья называли его сумасшедшим, свихнувшимся. Но тут его самые близкие, его двоюродный брат, был обезглавлен этой жалкой, негодной, пьяной толпой. Веселящимися похотливыми людьми. Да. Знаешь, хочется сказать что-то плохое об этой женщине, потому что она, эта женщина, и ее жалкий, негодный ребенок, и тот пьяный царь, Боже мой, и можно просто стоять и весь день говорить плохо об этих людях, и иметь полное на это право. Ведь только посмотрите, что они сделали. Они отрубили тому человеку голову. Иисус сразу отправился в пустынное место, чтобы побыть одному. Так что он воспринял это очень эмоционально. Это ранило его. Он ушел, чтобы побыть одному. Но кто-то увидел, что он идет туда, и они подумали, он будет проводить собрание, и они просто последовали за ним туда. Множество людей. И у него был выбор. Повернется ли он к ним и скажет, люди, вы что, не можете оставить человека одного? Ну, хотя бы один вечер, могу я взять выходной? Но Слово Божие говорит, что он жалился над ними и исцелил больных их. И он исполнил Иоанна 15, 9, 10. Если прибудете, это слово значит расположиться и оставаться там. Оставаться там, где вы должны быть. Если вы прибудете во мне, и моя любовь, и мои слова прибудут в вас, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Я думаю, что это то, что мы должны делать. Мы должны научиться, как расположиться и оставаться там. Он оставался, несмотря ни на что. Он затянул. Он натянул по воде своих эмоций. И он начал двигаться в другом направлении. Но было определенное место. Помоги мне в этом, Господь. Я увидел это совсем недавно, когда ты говорил о том, чтобы быть в движении. Двигаться. Вы направляетесь в одну сторону. Должна быть точка остановки. Вы не можете просто... Где-то по дороге должно было быть принято решение. Решение нужно принять. Если вы уже приняли его однажды, и это утверждено навсегда, как это было для него, тогда вы просто повинуетесь этому решению. Но, возможно, вы никогда не принимали решение жить и ходить в любви. Это заповедь. Вам нужно так это и принять. И вы просто тут же останавливаетесь. Я больше не двигаюсь в то направление. Я не иду туда. Я не иду туда сейчас. Я собираюсь пойти сюда. Поэтому он остановился. И он был движим состраданием, а не своими эмоциями. Он привел свои эмоции в послушание состраданию, и он исцелил их, больных. Для плоского разума ваша первая мысль. Вот человек со всей этой силой. И дьявол подтолкнул некоторых очень плохих людей к тому, чтобы убить самого близкого ему человека. Самого близкого в служении, близкого в семье. Убить самого близкого в то время для него человека. Кажется, он мог бы что-то сделать. Кажется, он мог бы как-то отомстить, вместо того, чтобы уйти и забыть это. Вот как посмотрит на это плоской разум. Но когда вы смотрите на это в духе, отомстил он или нет? Что сделала любовь? Любовь ударила дьявола туда, где ему больнее всего. Любовь ударила по нему, снимая бремена и эмо. И все то, что сатана причинил тем людям. И он исцелил их больных. И он убрал бремена и эмо этим помазанием. И я хочу, чтобы вы знали, что он преподал аду в тот день урок, который они никогда не забудут. Аминь. Вы дважды подумайте в следующий раз, стоит ли вам убивать моего двоюродного брата. Движение подчиняется тому, как вы думаете. Да, вот к чему я стараюсь прийти. То движение, в котором вы находитесь, подчиняется тому, как вы думаете, что вы говорите и что вы решаете сделать. И он был духовным в своем мышлении, которым было Слово Божье. Так что ваше Слово будет определять, как много движения у вас будет. Если ваше мышление находится в согласии со Словом Божьим, тогда ваши эмоции будут в согласии со Словом Божьим. Если ваше мышление противится Слову Божьему, тогда ваши эмоции будут противиться. За кем ты пойдешь? Да. И это то, чего нет у мира. У христиан есть Библия. Наше мышление может быть подчинено этому, но если ваше мышление не подчинено Слову Божьему, то ваши эмоции разбегаются во все стороны. Во всех направлениях. Это анархия. Это эгоизм без ограничений. Нет ограничений, нет структуры, нет причины, просто устремляется во все стороны. Именно об этом говорил Иаков, когда сказал, вы вода, гонимая ветром. Да. Крефлэ и Тэффи Доллар являются пасторами церкви в колледж-парке, штат Джорджия. Это район Атланты, в штате Джорджия. Церковь называется Международная Церковь Изменяющих Мир. И это истина. Это церковь, которая в буквальном смысле слова изменяет разные места по всему миру. В буквальном смысле слова. Мы бывали в разных местах по всему миру, слава Богу, где вы можете увидеть следы этой церкви по всему миру. Я сказал это, чтобы вы знали, что Крефлэ Доллар сегодня у нас в гостях. И я скажу вам, мы отлично проводим время. Обращаюсь в частности к вам, пасторы, проповедники, служители. Будьте очень внимательны, потому что вы услышите, почему эта церковь выросла до такого размера, которого она сейчас, и образовала новые церкви по всему миру. Бог сделает это для любого. Это не только для Крефлэ и Тэффи. Это не только для Джесси Дю Плэнтиса, или Джерри Севейла, или Орла Робертса, или кого-то еще, или Ричарда Робертса. Говорю вам, это надежный принцип жизни, слава Богу. Отец, мы благодарим Тебя за сегодняшнюю передачу. Спасибо Тебе, что Ты привел к нам Крефлэ и благословляешь нас своим присутствием и его присутствием. Мы благодарим и прославляем Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аминь. Это происходит. Да. Это происходит. То, о чем мы молились в прошлом. То, о чем молились наши дедушки. То, о чем люди думали. Ну, это произойдет когда-нибудь. Но я не вижу. Крефлэ, я привык читать это местописание в 4 главе Ефесянам, которая говорила, «Да коли все придем в единство веры». Я читал это и говорил, «Да уж, конечно». Только не те люди, которых я знаю. Они никогда этого не сделают. Но это есть. Это происходит сейчас. Кое-что происходит. Сегодня объединяются люди, которые 5 лет назад не захотели бы иметь ничего общего. И я верю, что все это потому, что любовь Божья является тем клеем, который соединяет людей вместе. Здорово. И именно так и есть, верно? Да, потому что, знаешь, я был в Англии и проповедовал в той церкви, где были всевозможные разные динаминации. Там были люди с капюшонами на головах, много разных людей. И там были те, кто пришел, потому что услышал, что я буду там. И они сидели, скрестив руки на груди. Мы просто хотим посмотреть, что у тебя есть. И я проповедовал о любви. И я видел, как они собирались вместе. Я видел, как связующий клей Божьей любви собирал всех вместе, и в результате помазание сошло на то место. Поэтому, да, это происходит. Но это происходит потому, что у нас есть основание для этого, и это любовь Божья. Настало время для этого. И когда наступает время для этого, это произойдет. И это значит, что мы готовы. Мы увидим самые сильные проявления Иисуса в истории человечества. И апостол Павел назвал это полнотой времен. Полнота. Это не будет полнотой, пока вы не придете в любовь Божью. Да. Но это сам Бог, верно? Да. Веди нас в это. Веди нас. Давайте начнем с 34 стиха, 22 главы Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 22-34. Потому что он говорит здесь кое-что, что, как я думаю, ответит на вопрос, который возникнет у некоторых людей. «Зачем Богу давать мне заповедь ходить в любви? Чего он пытается добиться, побуждая меня это делать?» 34 стих. «А фарисеи, услышав, что он привел Саддуке в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Интересно, что в 40 стихе он говорит, «Эти две заповеди являются итогом и от них зависят весь закон и пророки». Поэтому, согласно словам Иисуса, вот что он сказал, «На этих двух заповедях все держится на этой заповеди любви. Вера действует любовью, процветание действует любовью, исцеление, молитва, освобождение, дары духа, без любви и языки ничто, без любви пророчества и так далее, и так далее, и так далее. Все дары духа зависят от любви. Конечно же, Бог есть любовь. Что такое пророчество без Бога? Да, Он прежде всего. Любовь прежде всего. И то, за что мы должны ухватиться, и, конечно, благодарение Богу за принципы, благодарение Богу за то, что мы узнали о принципах, благодарение Богу за наше понимание принципов. Но если мы не поймем эту любовь Божью, если мы не поймем, как она действует, как мы должны действовать в ней, мы не можем разделить Бога и любовь, потому что Бог есть любовь. Мы не можем разделить Бога и свет, потому что Бог есть свет. Свет есть любовь. Если мы начнем понимать основания всего Тогда мы начнем более серьезно относиться к тому, чтобы культивировать и позволять этому расти в наших жизнях Одна из вещей, с которыми я хотел бы разобраться сегодня Мы однажды говорили, и ты привел иллюстрацию с карнизом для штор И если карниз на месте, и он прочный Тогда на него можно повесить шторы И все будет выглядеть красиво и замечательно И будет работать так, как оно должно работать Когда ты сказал это, я подумал о том, когда мы с Тэффи только поженились В нашем первом доме в шкафу была металлическая планка, чтобы вешать на нее одежду И мы повесили на нее всю нашу одежду Это было еще до того, как у Тэффи появилась своя сторона, а у меня своя Все висело в одном шкафу Да И когда эта одежда, она держалась только какое-то время И затем внезапно посреди ночи Бам! Мы знали, что это было В шкафу упала эта планка И упали все костюмы, платья, рубашки Все упало Точно так же и с любовью Любовь Божья — это планка, на которой висит ваша рубашка веры Ваша юбка исцеления, на которой висят эти вещи Царство Божье и обетование Божье и принципы Божьи Все законы висят на этой планке Но когда планка падает, тогда все Все падает Все, что на ней, падает вместе с ней Оно падает вместе с ней Я встречал многих проповедников и многих людей, которые хотели знать Почему это не работает? И почему то не работает? И что с моей верой? И потом, что с моей молитвенной жизнью? И вот, что я начинаю понимать Брат Коупленд, я не знаю, как иначе это сказать Мы нарушили эту заповедь любви И мы не относились к ней настолько серьезно, насколько нужно Это заповедь Это то, что пришло от нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа Это его заповедь Это заповедь Как мы говорили на предыдущих передачах Это заповедь нашего Господа Иисуса Христа Это закон Иисуса И Он говорит Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим И всей душой твоею И всем разумением твоим И всей крепостью твоею И возлюби ближнего твоего, как самого себя И на этой заповеди держатся все законы Все принципы, все пророки Вера, молитва, процветание Я занимался поиском пять или шесть лет Пытаясь понять основания процветания И я знаю Мы знаем, что процветание — это не просто деньги Денег недостаточно Денег никогда не будет достаточно, чтобы дать определение процветанию Деньги сами по себе не могут определить процветание Процветание и изобилие — это примерно одно и то же Когда мы говорим о процветании в вашем духе, в вашей душе, в вашем теле Процветание духа — это новое рождение, рождение свыше Процветание души — это когда разум, воля и эмоции приходят в соответствии со Словом Божьим Процветание в теле — это здоровье. Процветание в вашем браке и так далее. Изобилие в моем духе, моей душе, моем теле, изобилие мудрости и так далее и тому подобное. Но я начал этот поиск, чтобы найти, что лежит в основе всего процветания. И вот к чему я пришел. Это любовь Божья. Если любовь Божья не функционирует и не действует правильно, тогда процветание в любой сфере будет блокировано, если в ней нет любви Божьей. Потому что любовь Божья и эта заповедь любви Божьей, я верю всем своим сердцем, это и есть процветание. Хождение в любви, действие в любви, и когда эта любовь действует в вас, это процветание. Ты учил о том, что законами процветания являются именно закон любви. Так что закон процветания равен закону любви. И когда мы разбираемся с этим сегодня, с этой заповедью хождения в любви Божьей, Я хочу начать с того, что скажу, что есть четыре вещи, которые я хочу, чтобы мы знали о Божьей любви Агапе. Номер один, она безусловна. Номер два, она двухсторонняя. Номер три, она освобождающая. Это освобождающая любовь. Вы можете снять маску, когда любовь Божья действует и работает внутри вас. Она не только освободит вас, она освободит человека, которого вы любите. И номер четыре, она сфокусирована на других и не сфокусирована на себе. Эти четыре вещи, безусловная любовь Божья, любовь Божья, которая будет освобождать, любовь Божья, которая сосредоточена на других и не сосредоточена на себе. Все это, говоря практически, если мы позволим этой любви войти в нас и работать и действовать таким образом, то она улучшит мою веру, улучшит мое процветание, улучшит мою молитвенную жизнь, улучшит все. Я говорил тебе несколько раз, разве можно проповедовать о чем-то другом? Когда ты начал проповедовать об этом на одной из конференций, я думал, разве можно проповедовать о чем-то другом? Потому что пока я не разовью такое мышление, когда я автоматически обращаюсь к любви, все остальное будет посредственным. А я не хочу, чтобы моя вера была посредственной. Я не хочу, чтобы моя молитва была посредственной. Я хочу полноту всего, что обещано. Я начал смотреть на слово «полнота», и оно привело меня сюда, в третью главу послания к Ефесянам. Каждый раз. Да. Именно сюда вы в итоге будете приходить каждый раз. Ефесянам 3. Когда-то давно кто-то попытался представить это послание любви так, чтобы оно выглядело слабым и незначительным, и не очень важным. В послании к римлянам написано, «Считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. И Бог победил мир агонцем». Знаешь, не львом. Он лев из колена Иудина, но победил именно агнец. Маленькое, беззубое животное, которое... Говорит, да. И победил весь ад любовью Божьей. Это самое потрясающее откровение, которое существует. Да. Слава Богу. В послании к Ефесянам 3.17 говорится, «Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы Христос, помазанный, обитал в ваших сердцах верой, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви». И читая это, вы думаете, «Подождите минутку. Моими корнями должна быть любовь. Я должен быть укоренен и утвержден в любви». Вы должны спросить себя, укоренен ли я, утвержден ли я в любви Божьей. «Могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, любовь помазанного, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Я остановился на этом и сказал, «Бог, не мог бы ты практически показать мне всю полноту Божью?» Он сказал, «Полнота Божья состоит из следующего. Это моя любовь, моя мудрость и моя сила». Я сказал, «Минуточку». Любовь, мудрость и сила. Брат Коупленд, посмотри. Любовь Божья — это мудрость Божья, потому что каждый раз, когда я поступаю по любви, я пытаюсь найти ответ, потому что я хожу в любви. Я пытаюсь узнать, что я могу сделать для этой общины, потому что я хожу в любви. Я пытаюсь узнать, что я могу сделать для этого общества, потому что я хожу в любви. Любовь теперь ведет меня в мудрость, где я начинаю что-то изобретать, и я начинаю что-то творить. Кто-то скажет, «Ну, я не знаю, что делать. Ходите в любви, и вы будете ходить в мудрости, потому что мудрость — это хождение в любви. Вам не останется ничего другого, как ходить в мудрости, когда вы ходите в любви. Он сделался премудростью для нас. Он. Кто? Тот, кто есть любовь, сделался премудростью для нас. Смотрите. Любовь Божья — это также и сила Божья. Деяние 1.8 «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Здесь использовано греческое слово «дюнамис», имеющее значение «способность». Его способность была вложена в меня, когда Он, Дух Святой, пришел и вложил в меня свою любовь. Способность во мне — это способность любви, это способность, в которой я действую. Когда Дух Святой, который есть любовь, вошел в мое сердце и излил свою способность любви внутрь меня, способность любви теперь является моей силой. Иисус ходил, исцеляя всех, кто был угнетаем, потому что Бог был с ним. И я верю всем моим сердцем. Это сила. Это помазание. Помазание нужно для служения. Вы помазаны делать что-то, но когда любовь Божья внутри вас, она дает рождение способности служить. Вот что я увидел. «Мне была дана любовь Божья, агапе, внутрь меня». Бог хочет завоевать человечество, но Он будет завоевывать человечество в облике любви. «Если я высвобожу любовь внутри меня, чтобы она текла из меня в тебя, в чью-то еще жизнь, тогда я даю Богу возможность двигаться через меня к кому-то еще, но я должен дать Ему разрешение сделать это. А теперь поговорим о силе». Любовь — это причина, по которой ты должен дать Ему разрешение. Потому что любовь никогда не овладеет вами без разрешения. Да. Или не будет течь из вас без разрешения. И мы должны понять, любовь Божья, которая есть мудрость Божья, которая есть сила Божья, и это открывает мне, что сила, которую я искал, находится в этой любви. Я действительно свидетельствую здесь сегодня. Сила, помазание. Мы годами учили о помазании Божьем. Я знаю основания этого помазания. Я знаю основания этой силы. Я знаю основания этой мудрости. Я понимаю, что быть исполненным Духом подтверждается тем, что я наполнен любовью. Вы не можете сказать, что человек наполнен Духом, если он не наполнен любовью. Нет, потому что это одно и то же. Это одно и то же. И когда мы говорим о любви Божьей, мы говорим о силе Божьей, которая является Божьей способностью. Поэтому Павел говорит быть наполненным всей полнотой Божьей, его любовью, его мудростью и его силой. И вот к чему я веду. 20 стих. «О тому». В расширенном переводе это слово «тому» написано с большой буквы, потому что Павел говорит о Боге. Боге, который есть любовь. Я хочу прочитать это так. «О любви, которая, действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Что мы говорим о силе? Это способность, способность любви, действующей в нас способностью любви. И я увидел это. «О любви, которая, действующей в нас способностью любви, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». И внезапно я начинаю понимать, что если способность любви внутри меня сдерживается, тогда сила, которая исходит из меня, будет сдерживаться. Затем он сказал, «Тому слава в церкви, во Христе Иисусе». «Любви», 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 «Ему», «Любви», «Слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века». Аминь. Я наполнен полнотой Бога, Который есть любовь. Эта любовь во мне теперь определяет способности, которые выходят из меня, чтобы служить людям, которые нуждаются в служении. Я верю. Благословлен, чтобы быть благословением, пока все народы земли не благословятся. Я верю всем сердцем, что он говорил о любви Божьей. Я был укреплен любовью Божьей, чтобы я мог укреплять любовью Божьей, пока все народы земли не будут укреплены. Крифла, здесь с 14 по 21 стихи он молился молитвой. Когда открываешь 4 главу, то видишь проявление этой молитвы. 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познания, Единство познания Сына любви В Муже совершенного В меру полного возраста Христова Помазанного и Его помазания». Это результат. Это результат. Итак, укорененные и утвержденные в любви, в укрепленные силы Его Духа во внутреннем человеке. Христос обитает внутри вас, пока полнота Божья не проявится во мне. Полнота Божья не проявится в вас. И затем, когда мы объединяемся вместе, полнота Божья проявляется между нами, и они объединяются вместе. И мы объединяемся вместе. И мы собираемся вместе. И это возрастает к полному проявлению помазания Иисуса. Мы никогда еще этого не видели. Я говорю о проявлении этого помазания. Это никогда не было видно в такой степени. Даже в нем он был ограничен, потому что он служил под Ветхим Заветом. Он был ограничен в том плане, что вся сила, вложенная в Него, находилась в одном теле. Да. 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 Но что он сделал прежде всего? Он передал эту власть. Двенадцати. Затем он передал ее семидесяти. Что произошло? Сильное движение Божье распространилось по всей долине Иорданской. И вот у него есть восемьдесят три человека, изгоняющих бесов, исцеляющих больных и все такое, под его помазанием. Но он все еще ограничен. Это не ограничено. Это ключ к росту церкви, прямо здесь. Да. Это истина. И вы не можете оставаться младенцем. Он продолжает в следующем стихе и говорит, что вы больше не младенцы. Вы не можете быть младенцем в любви. Вы не можете быть младенцем или эгоистом. Если вы собираетесь взрослеть, тогда зрелость будет измеряться любовью, которая действует внутри вас и духовными решениями любви, которые вы принимаете в вашей жизни. Отличительная черта младенца – эгоизм. Младенцы эгоистичны. Они не знают ничего другого. Они просто эгоистичны. Они просто подчиняются своим эмоциям во всем. И апостол Павел говорил об этом в 13 главе 1 послания Коринфянам. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслал. Я думал эгоистично, но теперь, как муж в полноте любви Божьей, наше время подошло к концу. Слава Богу! И помазание было настолько сильным в том, что вы видели в понедельник, во вторник, и в среду, и сегодня, в четверг. Оно было настолько сильным в этой студии сегодня между передачами, что просто невозможно остановиться. Оно просто продолжает течь, и так много всего приходит из Духа Божьего. Отец, мы благодарим и прославляем Тебя за это. Мы идем вслед за Твоим Духом. Мы стремимся следовать водительству Духа Божьего, самого Духа Любви. Да. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы говорили о том, что любовь сотворила все это. Есть так много мест Писания, к которым мы можем обратиться, особенно в Новом Завете. До основания мира сказано, что Он знал нас еще до основания мира. Он сотворил нас еще до основания мира. Все это. Так что у Бога были кое-какие планы. Прежде чем Он сотворил небо и землю, прежде чем что-то из этого начало существовать, любовь творила для того, чтобы дать своему первому ребенку, Адаму, первому, сотворенному по его образу. Он создал это, все устроил, и Он дал эту сотворенную им планету, и все, что ее окружает, этому человеку. Это первое. Есть все эти другие маленькие планеты, которые роятся где-то там, в космосе. И его сила была высвобождена, и она постоянно продолжает творить. И сегодня Вселенная по-прежнему расширяется со скоростью света. Но ему надо было с чего-то начать. И он начал здесь. И он начал с этого маленького места, называемого Эдем. Если бы Адам был внимателен к тому, что Бог сказал ему делать, это маленькое место распространилось бы, потому что самое первое, что любовь сказала ему делать, это умножаться и наполнять землю. Не просто заселять ее людьми, но наполнять ее. Этот маленький сад распространялся бы до тех пор, пока все не стало бы Эдемским садом. Вот какие у него были планы. Это было ростком самих небес. Физических небес? Физических небес прямо здесь, на этой земле. Вот для чего он ее сотворил. Он не просто сотворил все, потом поставил здесь этого человека и просто использовал его как робота. Нет, если бы Бог так сделал, тогда человек был бы не больше, чем ангел. Он дал этому человеку творческую силу и силу воспроизводства, чтобы делать это. Так что теперь у Адама было поручение. У него было помазание. И затем любовь говорит, ты можешь брать все в этом саду. Я только не хочу, чтобы ты ел от моего дерева. Я хочу иметь часть в этом. Я люблю тебя, человек. Знаешь, я просто не хочу, чтобы ты забыл обо мне во всем этом. Поэтому я не хочу, чтобы ты использовал плоды с моего дерева. Я даю тебе что-то, что ты мог бы принести обратно мне. Я даю тебе что-то, что ты мог бы принести обратно мне. Это постоянная связь. Вот о чем он здесь говорит. Верно, Крифло? Для меня это звучит, как десятина. А для тебя? Он сказал, приходи и приноси это мне. Не ешь это. Не становись эгоистом в этом. Но тебе придется возделывать это дерево точно так же, как ты возделываешь остальные деревья. Не забывайте, в то время он не использовал для этого тяпку и лопату. Он использовал веру. Ты говори к этим деревьям. Люби эти деревья. Используй твою творческую силу, которую я дал тебе, чтобы умножаться и наполнять землю. Он не был просто физическим существом, как таковым. Вы даже не смогли бы увидеть его физическое тело. Он был полностью коронован славой. Свет и сила Божья пребывали на нем точно так же, как на Боге. И похоже, Бог, создавая Адама, готовился создать семью. Точно так же, как вы готовите комнату для ребенка. Да, конечно. Именно это Бог и сделал, когда сотворил все это. Он сделал пристройку. Вот небеса, это его место. У меня будет семья. Он построил дом, который был домом. Он построил его для своей семьи. Но он дал человеку равную власть с собой в производстве семьи. Любовь и все остальное. Адам был таким же небесным, как и Бог. Но в то же время он был чем-то... Можно я скажу? Брат Коплэнд, скажи это. Я тебя поддержу. Он был чем-то, чем Бог не был. Он был таким же небесным, как Бог, но он также был земным, а Бог не был. У него было земное тело, а у Бога не было. Бог сказал, «Теперь ты иди и делай эту земную работу. Ты Бог над этой землей. Иди и будь Богом над всем этим. Но не забывай о меня. Не забывай о меня. Приноси мне мои плоды с твоего дерева. Я просто хочу проводить время с тобой. Приходи, присоединяйся ко мне. И когда ты принесешь плоды с моего дерева, приноси их мне. Я встречу тебя в саду, и мы вместе хорошо проведем время. И приводи с собой детей, которые когда-то боятся у тебя. Я хочу, чтобы ты испытывал то, что испытываю я. Да, да. Все, что я знаю. Бог точно так же научил бы его и о зле, потому что существовал дьявол, и существовали все его подши ангелы. Иисус знал разницу между добром и злом, и он никогда не совершал греха. Так что Бог научил бы Адама. Проблема была в том, древние еврейские учители, они их называют мудрецами, которые жили очень-очень давно, говорят, и я верю, что они правы, они говорят, что Адам не продержался и 24 часов. Он упал прежде, чем успел чему-либо научиться. Все, что он знал, это то, с чего Бог сказал ему начинать. Он знал, что не должен был есть от того дерева. Он знал, что у него есть власть над дьяволом. Он знал, что должен был наполнять землю. Он знал, какое у него было поручение. Он знал, какое у него было помазание. Он знал, что эта женщина была дана ему Богом, но не продержался достаточно долго, чтобы чему-нибудь научиться. Он сдался прежде, чем закончился первый день и попал в эту эмоциональную ловушку, пытаясь удержать свою красивую жену, чтобы она не ушла от него. И он никогда не взял на себя ответственность за свой грех Крефла. Он никогда не сказал, «Мой Бог, я согрешил, я оступился здесь. Помоги мне, Бог, помоги мне». Я оступился. Нет, он сказал, «Та женщина, которую ты дал мне, сделала это со мной». И посмотри на сегодняшнее время. Посмотри, то же самое. Кто, я? Я не сделал ничего неправильного. Да. Ты рад, что я не был Богом, иначе... Но тогда я сделал бы ту же самую глупость, верно? Да. Но Адам не продержался достаточно долго в любви Божьей, чтобы испытывать эту любовь дольше первого дня. И поэтому многие люди, которые в любви Божьей, они знают о любви, они знают о вере, они знают, что они должны делать, они знают то и это, но они не позволяют этой любви достаточно долго, они не остаются в любви достаточно долго, чтобы получить все остальное, что Бог хочет нам дать. И Адам, очевидно, не оставался в любви достаточно долго, чтобы получить все остальное. Что же находится по другую сторону Агапы, чего мы так никогда и не видели? Иисус должен был прийти. Второй Адам. И он оставался в ней. Он оставался в ней. Он скорее бы умер, что он и сделал, чем нарушил бы эту заповедь. Он оставался в ней. И мы видим проявление исцеления. Мы видим мертвых воскресшими. Мы видим мудрость Божью, приходящую через пророков. И все слова, которые были сказаны. Мы видим, как сверхъестественное тело родилось от слова и облеклось в плоть. Мы видим все то, чего Адам никогда не увидел. У Адама это было, но он так и не увидел это проявленным. Он потерял это прежде, чем увидел, как это воплощается в жизни. И у нас тоже это есть? Да. У нас это есть? Ты сказал это вчера. Полнота Божья из 3 главы послания к Ефесянам. Это любовь Божья, мудрость Божья и сила Божья. Если вы споткнетесь о вашей эмоции и ваши чувства, ты не знаешь, что они сделали со мной, вы упадете прежде, чем увидите, как проявится любовь Божья. Вы никогда не увидите, как Иисус проявит себя. Он сказал, «Если вы любите Меня, соблюдайте Мои заповеди. Я возлюблю вас. Мой Отец возлюбит вас. И Я явлюсь вам Сам». Как? Крефло. Как Он проявляет Себя? Он проявляет Себя через эти 9 даров Духа. Он проявляет Себя в благодати Божьей. Ты спросил меня недавно, когда мы говорили об этом, до того, как начали передачу. Что мы увидим, если тело Христова будет оставаться соединенным с любовью Божьей достаточно долго, так, чтобы это перешло в область проявления? Мы увидим, как Иисус проявляет Себя изобилуя для нас всякой благодатью. Изобилия во всех сферах. С избытком изобилуя для нас всякой благодатью, чтобы мы имели достаток во всем, не нуждаясь ни в какой внешней помощи или поддержке. Это 9-я глава 2-го послания Коринфянам. Именно это он и желал сделать с Адамом. Время пришло. Время пришло. Оставаться в этой заповеди достаточно долго, чтобы начать видеть проявление этого. Пребывать. Давай обратимся к другой сфере этого. Хорошо. Это то, о чем Господь говорил со мной в течение месяцев, месяцев и месяцев. Бог есть свет, Бог есть любовь, Бог и Его Слово являются одним целым. Все, что существует, все законы и пророки держатся на заповеди любви. Ну, конечно, потому что Бог есть любовь. И Бог сотворил все. Каждый стебель травы зависит от любви Божьей, потому что это жизнь всей этой планеты. Если бы любовь удалилась, это все превратилось бы в ничто. Оно не просто бы умерло, оно бы перестало существовать. Давай теперь поговорим о физическом теле. Оно было сотворено любовью. Любовь и свет. И это научный факт, что свет находится в центре каждой клетки каждого живого существа. Чего не хватало в служении исцеления? Какая естественная эмоциональная реакция на боль, на болезнь, когда мое тело перестает функционировать с должным образом? У меня одна рука работает очень хорошо, но вот это... Какая моя естественная реакция? Моя естественная реакция ненавидеть эту руку. Возможно, вы так это не называете, но если вы не любите, то вы ненавидите. Здесь нет никакого среднего положения. Когда вы начинаете применять любовь Божью в отношении этих клеток, а как вы можете это сделать? Первое, что вам придется сделать, это прийти к тому, чтобы начать ходить в любви. И вам придется удалить из себя непрощение. Вам придется перестать не прощать. Это дела тьмы. И Писание говорит в первом послании Иоанна, что если вы не прощаете, если вы любите брата своего, вы ходите во свете. Если вы не любите брата своего, вы ходите во тьме. И тьма – это смерть. И в следующем стихе или стихах говорится, что вы ходите в смерти. Смерть является тем, из-за чего ваша рука не в порядке. Служители исцеления, каждый мужчина или женщина Божьи, каждый член тела Христова должен говорить слова любви и благодати, говорить истину в любви, назидая друг друга. Это служение исцеления. Поэтому мы не видели проявления даров исцеления и освобождения, и тому подобных вещей на том уровне, на котором мы должны были их видеть. Это действие наугад. Не только тех, кто служит в этом, но и тех, кто пытается принять это. Потому что если вы доживете здоровыми до столи, то это лишь благодаря тому, что у вас хороший язык. Потому что если ваш язык болен, то скорее всего и ваше тело будет больным. Вне всяких сомнений, поскольку сказано, что все ваше тело во власти вашего языка. Поэтому когда любовь входит внутрь, и любовь течет изнутри, отсюда, течет сюда внутрь, и попадает в клетки вашего физического тела, свету, любовь, крефла, это одно и то же. Потому что Бог есть. Это начинает изменять все сверхъестественным образом. И это то, что вы называете помазанием. Так что тут все взаимосвязано. Есть люди, которые пытаются одновременно действовать и в помазании Божьем, и в непрощении. Ничего не получится. И Богу пришлось терпеть многое из этого, потому что Ему больше не с чем было работать, крефла. Все тело Христово нарушало заповедь любви в течение полутора тысяч лет. Мы были в настолько глубоком непослушании, что если бы Бог был лишь Богом суда, все бы уже давно закончилось. Да. И у нас были короткие моменты, когда Он приходил, и мы видели проявление Господа Иисуса, а затем три месяца опять их не видели. Все такое вот. Получится, не получится. Иисус был вторым Адамом. Он стал последним Адамом. И мы, клетки тела последнего Адама. Скажу тебе, мы там. Да. Мы посреди чего-то. У меня волосы встают дыбом. Мы посреди того, что должен был сделать Адам, но не сделал. Потому что Бог не изменяется. Он тот же во веки. То, что Он предназначил для любви делать, это произойдет. И именно сейчас это и происходит. Мы прямо в полноте времени. Спящий гигант проснулся. И это любовь Божья. Да. Да, и мы начинаем ходить. Мы теперь проснулись к любви Божьей. И когда великан начинает ходить, дьявол говорит, я уже видел это раньше. В 13 главе послания к римлянам есть местописание, которое, я думаю, описывает то, что ты только что сказал. Абсолютно верно. В этом-то и вся суть. Да. В 8 стихе сказано, «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». 9 стих. «Ибо заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие, заключаются в всем слове, люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дело тьмы и обличемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорами зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Помазанного, и попечения плоти не превращайте в похоти. Вот оно. Вот оно. Вы видите, что, как Он сказал, это сделает? Когда вы начинаете ходить в этой заповеди любви, прежде всего, это является исполнением остальных десяти заповедей. Следующее. Это пробуждает вас от сна. Вы начинаете жить, как Иисус, вы начинаете думать и ходить, как думает и ходит Он. И затем это изгоняет все дела тьмы. Это избавит от всего, от чего вы пытались избавиться все время. Да, да. Потому что это не может жить во тьме. Дьявол не может оставаться в этом. Подумайте о том, что произошло с Савлом и Старсом по дороге в Дамаск, когда этот свет сбил его с ног. Сбил его с ног, повалил его на спину. Он не мог видеть три дня. Это не потому, что его глаза были слепы. Все потому, что свет был настолько ярким, что он не мог видеть три дня. Аминь. Именно это и происходит с дьяволом. Свет становится ярким. Он дух тьмы. Он не может там ничего видеть. Он говорит, нам нужно выбираться отсюда. Он не может выдержать этот свет. Он вынужден уйти. Он не может его объять. И когда он уходит, бремена начинают сниматься, ярмо начинает уничтожаться и так далее. Болезнь должна уйти. Проказа должна уйти. Помнишь местописание, когда Иисус сказал, хочу очистись? Написано, что проказа сошла. Не сказано, что он был просто исцелен. Написано, что болезнь сказала, о, нам нужно убираться отсюда. Да. И он сказал, что все это произойдет. Когда он использовал это слово спасение, в расширенном переводе Библии сказано окончательное освобождение. Это окончательное освобождение. О, да. И затем Матфея 24, 12 говорится, когда проповедано будет это Евангелие Царствия по всему миру, да, тогда придет конец. Брат Копленд, это Евангелие распространяется сейчас по всему миру. То, о чем ты только что проповедовал, звучит сейчас по всему миру, и у тьмы нет никакой защиты против света. Крифло, сегодня у нас есть информация, это опубликованные данные, у нас есть юридические свидетельства того, как на смену главам некоторых злейших правительств в истории вдруг пришли новые главы государств, которые встают и говорят, с этого дня наше правительство будет придерживаться законов Господа Иисуса Христа и Его руководства. К Богу приходят сразу целые народы. Да. Да. Аминь. Слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Давай, Крифло, веди нас прямо в это. Давай сегодня начнем с вопроса и потом рассмотрим, почему Божья любовь так важна. Вы можете порвать длинный список обоснованных обид и любить и прощать так, как Бог хочет, чтобы вы любили и прощали? Вот когда вы определите свое место. Вы можете порвать длинный список обоснованных обид и боли и решить, принять решение любить так, как Бог хочет, чтобы мы любили. Это то, что Он сделал. Он это сделал. Он сделал это для очень многих людей, верно? Написано, что Он уничтожил рукописание, которое было против нас. пригвоздив это к его кресту, и стер чернила. В расширенном переводе Библии говорится, стер чернила, которыми был написан этот документ. Если вы можете это сделать, тогда это указывает на то, что вы в правильном типе любви. Здорово. Любовь так важна, потому что номер один. Давай начнем с первой главы первого послания к Тимофею. Одна из причин, почему любовь Божья так важна, заключается в том, что она является всем смыслом и целью нашей жизни. Это так важно, потому что это весь смысл и цель нашей жизни. Я собираюсь прочитать вам то местописание, которое абсолютно утвердило это для меня, как для служителя Евангелия, как для христианина, мужа и отца. Это послание, которое апостол Павел написал своему духовному сыну Тимофею. И он говорит о проблеме нездравого учения. Он начинает здесь, и я буду читать это из расширенного перевода. «Как я убеждал тебя, когда был на пути в Македонию, Тимофей, оставайся там, где ты есть, в Ефесе, чтобы ты мог предостерегать и увещевать, и наставлять определенных людей не учить никаким другим учениям, и не придавать важности, и не занимать себя легендами, бесконечными генеалогиями, поднимать или продвигать бесполезные теории и рассуждения вместо принятия в вере Божьего руководства и Божьего наставления, которое есть в вере и в этом уповании всей человеческой личности на Бога в абсолютном доверии и уверенности». Но затем пятый стих. «В то время, как предмет и цель нашего наставления, Тимофей, и наша ответственность — это любовь. Это моя цель. Это цель моего наставления». В одном из переводов говорится, что в этом-то и цель. Да. И дальше он говорит, «которая происходит из чистого сердца, доброй и чистой совести и искренней веры». Он говорит, «но определенные люди промахнулись мимо цели в этом самом вопросе и уклонились в бесполезные споры и бесцельные разговоры». Это ссора. «Их амбиции — быть докторами закона, учителями традиций Моисея, но у них нет никакого понимания ни слов, ни терминов, которые они используют, ни тем, о которых они делают такие догматические утверждения. Но теперь мы осознаем и знаем, что закон добр к любому, кто использует его законно, с целью, для которой он был предназначен. Он был предназначен для человека, который в беззаконии. Он был предназначен для человека, который пойдет и убьет или сделает то, что он не должен делать». И далее Павел говорит о своем свидетельстве, о том, что произошло по дороге в Дамаск, и как свет Божий вмешался в его жизнь и изменил ее. Но затем он приходит к 17 стиху. «Теперь же, царю вечному, бессмертному, невидимому, единственному, премудрому Богу, да будет честь и слава в веки и веки». Это указание, и здесь он говорит о том же самом, о чем только что он говорил в 5 стихе. «Это указание, Тимофей, я даю тебе». Какое указание? Это указание наставлять в том, что касается любви Божьей. Это указание, в котором весь смысл и цель вашей жизни заключены в том, что касается любви Божьей. Мне было приказано сделать это всей целью моей жизни. Мне было приказано, для меня это приказ ходить в любви, преподавать любовь, наставлять в том, что касается любви. Это то Евангелие, которым я должен служить людям и которое я должен донести до людей. Он сказал, что в этом-то и цель, что в этом-то и вся цель. Вот в чем и вся суть. Поэтому, как он мог давать ему указание о чем-то еще? Знаешь, мы должны прийти к такому моменту, когда мы будем понимать, что если нужно добраться до самой сути чего-то или самого основания, то вот оно. Поэтому, о чем бы вы ни учили, вам придется учить об этом с позиции любви Божьей. И для меня это так важно. Божья любовь так важна в моей жизни, во-первых, потому что она является всем смыслом, она является основанием, целью, основой всего, что мы делаем. Во-вторых, мне нравится, что написано в 13 главе Евангелия от Иоанна. Это единственный путь, как люди могут узнать, что мы христиане. Наша отличительная черта — это любовь. Иоанна 13,34, особенно 35 стих. Там сказано, «Потому узнают все, что вы мои ученики». Почему? По любви, которую мы проявляем к другим людям. Я думаю, что иногда мы так увлекаемся проявлением даров Духа. И, брат Копленд, это здорово, ты понимаешь, о чем я говорю. Это все хорошо. Но даже в 12 главе первого послания к Коринфянам, после того, как Павел закончил говорить о дарах Духа, он продолжает, «Теперь позвольте мне показать вам превосходнейший путь». И это путь любви. Поэтому, когда мы начинаем действовать в любви Божьей, то очень важно, чтобы мы это делали, поскольку именно так люди узнают, кто мы. У нас есть что-то настолько уникальное, что с любовью Божьей, с любовью Божьей агапы в нашем сердце, мы можем делать то, чего люди, у которых нет внутри любви Божьей, не могут делать. Мы можем любить наших врагов. Мы можем побеждать зло добром. Мы можем брать власть над нашими эмоциями. Мы можем благословлять тех, кто поступает с нами несправедливо. Мы можем делать такие вещи, которые вы не сможете делать, если вы действуете без любви Божьей в вашей жизни. Это вторая причина. В-третьих, это доказывает, что мы пребываем в Боге. Иоанна 15, 4. Эта любовь настолько важна, поскольку она доказывает, что мы пребываем в Боге. Заметьте, о чем он говорит здесь в 4 стихе. «Прибудьте во мне, и я в вас». Слово «пребывать» происходит от греческого слова «мена», которое означает «осесть» или «оставаться на месте». «Прибудьте во мне, и я в вас». «Вы ветви, прибудьте во мне, и я в вас». Ветвь не может приносить плода сама собою. У меня есть возможность поделиться некоторым недовольством по поводу 5 главы послания к Галатам. Не закрывайте 15 главу Иоанна. Некоторые переводчики там, где в 5 главе послания к Галатам говорится о духе, попытались сказать, что речь идет о святом духе, о духе святом. Да, но это не так. «Я хочу доказать, не оставь нити ни сомнения в том, что это не так. И нужно быть уже совсем тупым, чтобы не видеть, о чем он здесь говорит». Он начинает в 14 стихе говоря, «Ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». В моей Библии переводчики написали слово «дух» с большой буквы, но Дух Святой не воюет с нашей плотью. Это битва между хождением по плоти и хождением в духе. Кто будет главенствовать в вашей жизни, ваш дух или ваша плоть? Он говорит о вашем духе. Но теперь посмотрите 22 стих. «Плод же духа». Я считаю, что речь идет о плоде, который исходит из вашего духа. Я собираюсь доказать это, прочитав то, что мы можем видеть в 15 главе Евангелия от Иоанна. Он сказал, «Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Я ветвь. Он лоза. Где появляется плод? На ветви. Он появляется на ветви. Поэтому, если плод появляется на ветви, тогда я знаю, что я не могу произвести этот плод без лозы. Яблочное дерево не может приносить яблоки без своих корней. Бог, который есть любовь, это моя лоза, к которой я присоединен. Но проявления плодов духа приходят через нас, приходят из нашего духа, растут на наших ветвях. Поэтому очевидно, что если любовь это корень, тогда у меня должны быть проявления любви, у меня будет проявления радости. Поэтому в послании к галатам он говорит не о святом духе. Он говорит, что плодом вашего духа, плодом моего духа, проявлением моего духа должны быть любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. В этом месте Писания «Дух желает противного плоти», «плоть желает противного духу». Слово, переведенное здесь как «желает», означает просто давление. Идет конфликт между вашей плотью и вашим духом, между вашим рожденным свыше духом и вашей плотью, которая не была рождена свыше. Идет конфликт. Конфликт не с Духом Святым, он не конфликтует с вами. Конфликт между вашим рожденным свыше духом и ваши, не рожденные свыше плотью. И вам нужно принять какое-то решение между ними двумя. И апостол Павел говорит, если вы последуете за этим, вы не будете исполнять похоти того, или вы не будете поддаваться давлению того, если вы последуете за этим. Если вы хотите победить плоть, то сможете победить ее, ходя в духе. Максимальное хождение в духе — это путь любви. Нет никакого хождения в духе, если вы не ходите в любви. Нет, нет. Потому что если вы не ходите в любви, вы ходите по плоти. Я думаю, что мы можем поднять это даже на другой уровень. Хождение по плоти — это образ мышления, который противится Слову Божьему. Хорошо сказано. Но хождение в духе — это образ мышления. Иисус говорит, «Слова, которые говорю я вам, — суть дух». Часто люди пытаются быть духовными, но вы не можете быть духовными без Слова Божьего. Вы не можете быть духовными без любви Божьей. Основное хождение в духе, конечно же, это исполнение Слова Божьего, в том, что касается любви Божьей. Если я буду ходить в любви, я не буду исполнять похоти мышления, которое противится Слову Божьему или противится любви Божьей. Ты коснулся этого прямо здесь, в 14 и 16 стихах. Давай вернемся к этому, Крефло, потому что я хотел бы больше услышать от тебя об этом. Он сказал, «Ибо весь закон в одном слове заключается, «Люби ближнего твоего, как самого себя». В Матфея 22, 37 Иисус сказал, «Возлюби Господа Бога твоего, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Весь закон и все пророки держатся на этих заповедях. Вот вам ключ. Ключ. Я говорю, «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Ибо весь закон в одном слове заключается, «Люби ближнего твоего, как самого себя». Это хождение в духе. Возможно, это не кажется очень духовным, но быть послушным этому значит ходить в духе, который есть любовь. Да. Вам не нужно просто пытаться перестать делать что-то по плоти. Он не сказал, «Сначала победите плоть, а затем ходите в духе». Он сказал, «Ходите в духе, и вы победите плоть». Да, Крефло, это обычное представление. В особенности, среди полноевангельских верующих. «Если бы я только смог смирить мою плоть, если бы я смог убрать эту плоть с моего пути, тогда бы я смог ходить в духе, тогда бы я смог ходить в дырах духа, тогда бы я смог». И это приходит не из-за неправильных мотивов, это приходит из-за недостатка знания. «Если бы я только смог починить мою плоть, если бы только я смог умертвить ее, если бы я...» и так далее. Но вот он говорит вам, как вы можете это сделать. Он говорит, «Ходите в духе, и вы не будете исполнять похоть и плоти, поэтому ставьте хождение в духе на первое место, и оно разберется с остальным». Сначала первоочередное. Вот вы и вернулись к заповеди любви, верно? Потому что об этом говорится в 14 стихе. И вот что происходит. Мы пытаемся сделать еще один поступок, чтобы разобраться с неправильным поступком. Но вы должны понять, что поступок — это результат неправильного мышления. Если вы развьете правильное мышление, это изменит неправильные поступки. Но если вы просто пытаетесь совершить новый поступок, чтобы попытаться изменить неправильный поступок, то у вас ничего не получится. Правильное мышление, которое должно у нас быть, является тем, что будет сопутствовать любви Божьей. Знаешь, что я вижу? Человек выходит и садится в свою машину, вставляет ключ зажигания, поворачивает его, аккумулятор сел. Ничего. И он берет и меняет двигатель, но у него по-прежнему тот же севший аккумулятор. Теперь у него совершенно новый двигатель, он потратил тысячи долларов на этот прекрасный новый двигатель. Ну, я не понимаю. Наверное, у меня что-то не так с двигателем. Нет, у него по-прежнему тот же севший аккумулятор. Поэтому он пошел в неправильном направлении, чтобы исправить проблему, о которой он знал. И это действительно была проблема, потому что машина не едет. Люди знают, что плоть – это проблема. Но борьба с плотью не решит эту проблему. Да. Решение проблемы – это неизменная любовь Божья. Хождение в этой любви. Ты сказал об этом на одной из передач. Вы не можете любить и ненавидеть одновременно. Хождение в любви выше хождение в ненависти. Несколько недель назад, прямо посередине моей проповеди, Дух Святой сказал через меня. И я подумал, о, я должен это запомнить. Он сказал, страх соединяет с Духом страха, а вера соединяет с Духом веры. Любовь соединяет с Духом любви, а ненависть соединяет с Духом ненависти. Ты не можешь соединиться с Духом любви при помощи ненависти. Вы не можете этого сделать. Между вашей плотью и вашим Духом есть граница. Иисус сказал, то, что от плоти, есть плоть, то, что от Духа, есть Дух. Поэтому пытаться смешать их, либо из-за путаницы, либо из-за непослушания, или просто потому, что, ну, именно так, я и хочу это сделать, какова бы ни была причина, это все равно не будет работать. Если вы сначала обращаетесь к ключу, то есть к этой заповеди, а потому она и заповедь, поскольку заповедь, это то, что вы должны исполнять. Знаете вы это или нет. Вы можете добиться результатов и не знать, как вы их получили, если вы просто будете соблюдать заповедь любви, потому что все это связано с ней. А если вы исполняете ее, тогда все, что идет следом, работает. Для этого потребуется решение с нашей стороны. Стать дисциплинированным в любви. Это факт. Я выписал из одного перевода Библии, я думаю, что у меня есть это с собой, из главы любви. Первая Коринфянам, 13 глава. И вот, что там говорится. Мы получаем много ответов на этих передачах. Но если мы не станем дисциплинировать себя в том, чтобы практиковать это снова, снова и снова, а мое мышление будет определять мои поступки, потому что каковы мысли в душе человека, таков и он. Если я не думаю о любви, если я не думаю о багапе, если я не думаю о том, о чем должен думать, и я думаю вразрез со Словом Божьим, кто-то скажет, «Ну, я не знал, что любовь такая, и я не знал и не понимал этого, я делал все, что знал». Возможно, вы не знали достаточно. Эти передачи потому так и важны. Чтобы мы могли получать больше, нужно посвящение, чтобы упражняться в этом. Без посвящения упражняться в этом мы можем дать вам все ответы, которые вы хотите услышать, но необходимо посвящение, чтобы упражняться в этом. Я могу показать вам фотографии культуриста, я могу дать вам пищевые добавки, могу дать вам комплекс упражнений и купить тренажеры. Но без посвящения тому, чтобы заниматься этим, вы никогда не продвинетесь в этом автоматически, и вам нужно посвящение упражняться в этом, чтобы вы знали, когда вы думаете вразрез со Словом Божьим или вразрез с любовью. Вот как звучит этот перевод 1 Коринфянам 13.4. Любовь никогда не сдается. Любовь заботится больше о других, нежели о себе. Любовь не ходит с напыщенным видом. Мне это нравится. У любви нет большого самомнения. Любовь не навязывает себя другим. Она не говорит всегда сначала мне. Она не срывается. Любовь не ведет счет к грехам других. Любовь не получает удовольствия от того, что другие унижены. Она находит удовольствие в процветании истины. Любовь все терпит. Это сильно верно? Да, верно. Любовь все терпит. Представьте брак, в котором оба супруга в своих клятвах обещают любить друг друга любовью Агапе, и они говорят, «Как тогда можно подавать на развод?» Они говорят, «Я все стерплю». Я слышал, как ты говорил о Глории, что это не твое дело, как она обращается с тобой, но твое дело, как ты обращаешься с ней. Твое дело — это данная заповедь. Он сказал, «Любовь все терпит». Любовь всегда доверяет Богу. Она всегда ищет лучшее. Она никогда не оглядывается назад, но продолжает идти до конца. Она никогда не умирает. Любовь никогда не умирает. Или любовь никогда не терпит поражение. Нам нужно быть посвященными тому, чтобы упражняться в том, что есть любовь. И это начинается с тренировки нашего мышления, чтобы мы думали мыслями любви. И когда мы думаем мыслями любви, тогда мысли любви приведут наши эмоции в соответствие с ней. Теперь посмотрите, куда ведут нас наши эмоции. Наши эмоции теперь направляют нас к любви Божьей. Вместо того, чтобы иметь мышление, которое противится Слову Божьему и которое производит эмоции, противящиеся Слову Божьему, и теперь эти эмоции, противящиеся Слову Божьему, уводят вас от любви Божьей. Это тренировка. Нам нужно тренироваться в этом. Если этот гигант, церковь, собирается сделать то, что она должна сделать в эти последние дни, тогда с нашей стороны должно быть посвящение тому, чтобы тренироваться в любви до тех пор, пока мы в буквальном смысле не станем входить в автоматический режим следования за любовью Божьей, переживая эти замечательные вещи, которые, я верю, Бог хочет, чтобы мы увидели. Абсолютно верно. Поэтому любовь Божья так важна, что нам нужно начать упражнять себя в этом. И затем номер 4, я думаю, что это номер 4. Любовь Божья так важна, потому что она являет полноту Божью в нашей жизни. Она показывает, что мы имеем полноту Божью. Она являет Божью любовь, она являет мудрость Божью, она являет силу Божью в нашей жизни, и когда мы можем проявить мудрость Божью, силу Божью и объяснить людям, что все это благодаря любви Божьей, важно, чтобы они видели полноту Божью в нашей жизни. И они могут видеть полноту Божью в нашей жизни, но я верю, что важно не столько иметь любовь Божью внутри вас, сколько позволять ей течь через вас. Выходите во свете подобно, как Он во свете. Если вы ходите во свете подобно, как Он во свете, то вы что-то увидите, верно? И чем больше вы видите, тем лучше это выглядит. Вы ходите во свете, подобно как Он во свете, и Его кровь очищает вас от всякого греха. Да, и тогда кто-нибудь захочет быть такими, как вы. Я могу это понять. Кто-то захочет быть. Что говорит Писание? Любовь Божья покрывает множество грехов. В одном из переводов Библии говорится, что она предотвращает их. О, да. Любовь Божья простит за грех, но в то же время, если вы действуете в этом свете, она предотвратит его. Крифло, я думаю, сейчас, у вас о человеке, который задает вопрос, «Если я буду так жить, то не будут ли все постоянно вытирать об меня ноги?» Нет. Вы задаете подобный вопрос только лишь потому, что вы никогда не ходили в этом достаточно долго, чтобы увидеть, что на самом деле произойдет. Иисус жил таким образом. И когда пришло время креста, Он сказал Пилату, «Ты не смог бы этого сделать, если бы тебе не было позволено свыше». Есть два случая, записанных в Новом Завете, когда люди хотели причинить Ему вред и убить Его. Один раз побить камнями, другой сбросить со скалы. Но Он прошел между ними, и они не знали, куда Он ушел. Он стал невидимым. Они не могли видеть Его. Я хотел бы, чтобы мы поговорили об этом на следующей неделе, о страхе перед хождением в любви, поскольку Бог просит нас ходить в любви для того, чтобы Он мог выйти вперед в каждой ситуации. Запиши это прямо сейчас. Запиши это прямо сейчас. Иначе мы отвлечемся. Быть Господом над этим. Поговорим о страхе перед хождением в любви. Мы вернемся через минуту. Как большинство из вас знает, пятница является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Я верю, что вы видите, в чем заключается наша миссия. Крефлу у меня были разные времена. За последние 40 лет в этом служении, когда Господь вел нас шаг за шагом к этой миссии, но эта миссия является самой сильной в моей жизни и служении. Именно это мы призваны делать. Брать послание о заповеди любви и вырывать страх из тела Христова. Это то, что мы призваны делать. И ваши пожертвования, когда вы молитесь и ищите Господа, чтобы узнать, что вы должны делать, ваши пожертвования приходят в это телевизионное служение, чтобы нести это послание телу Христову и всему миру. И именно это мы призваны делать. Поэтому давайте помолимся об этом. Отец. Спасибо, Господь. Открой, пожалуйста, нашим телезрителям, как они могут финансово участвовать в этом, согласно шестой главе послания Галатам. Да, Господь. Мы благодарим Тебя за это. И когда они сеют свои финансовые семена в это послание любви, мы просим, чтобы Ты проявился в Твоей любви и весьма благословил это семя великим урожаем переливания через край. Да. Мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, то, как всегда, мы напоминаем вам, что ваши пожертвования будут использованы в том регионе, в офис, которого вы их отправляете. Они не уходят в Соединенные Штаты, они остаются там, слава Богу. Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашем служении, больше узнать о Слове Божьем, об Иисусе, а также заказать наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране. Крефла, спасибо, что ты принял участие в сегодняшнем видео. Спасибо за приглашение. Это было здорово. Мы продолжим это на следующей неделе. Слава Богу. Послушайте. Вы меня слушаете? Начните ходить в любви Божьей. Аминь. Что бы ни происходило в вашей жизни, это следующий шаг. Вот что важно. Это изменит все в вашей жизни. Помните об этом. Хвала Господу. Я так рад, что вы смогли быть сегодня с нами. До встречи, когда мы снова будем вместе изучать Слово Божье. А пока мы, Каннет Копланд и Крефла Доллар, снова напоминаем вам, что Иисус Господь. Продолжение следует...